Здравствуйте, меня зовут Ева, я член избирательной комиссии, обходчик. Могу ли я вас проинформировать насчет предстоящих президентских выборов? Да, пожалуйста, проходите. Спасибо большое. Еве Шаталовой, 20 лет. Говорит, записаться в члена избирательной комиссии решила из чувства гражданского долга. Впервые пошла рассказывать людям о предстоящих выборах президента. Как к вам можно обращаться? Меня зовут Наталья Владимировна. Так, хорошо. Выборы президента состоятся 15, 16 и 17 марта. Скажите, пожалуйста, будете ли вы голосовать? Обязательно. Общение с информатором на самом деле достаточно короткое. Знаете ли о выборах, о способах проголосовать, известен ли адрес ближайшего участка? Ева говорит, самое сложное – преодолеть в себе страх закрытой двери. Здравствуйте, меня зовут Ева, я информатор. Можно ли вас… Нет, что? А можно узнать причину? Не открыли, нет дома, некогда слушать. И на такой случай у информаторов есть инструкция. Ева оставляет специальный знак на ручке и вкладывает в почтовый ящик брошюру. Но в выходной день многих все-таки можно застать дома. Елена Макаровна говорит, что хотя адресное информирование и новшества в масштабах страны, для жителей Одинцова в этом ничего принципиально незнакомого нет. Я 14 лет проработала в администрации Одинцовского района. Ходили мы тоже и также вели опросы. Единственное, что у нас не было такого красивого пальто. Специальная униформа, а также бейдж и сумка – отличительные черты информатора. В Одинцовском округе 744 человека подготовились к этой работе. В среднем одному надо будет обойти за 20 дней полтысячи квартир и домов. По итогу первого рабочего дня, что было самое сложное? Я думаю, самое сложное, когда люди избегают ответов на вопросы и сразу закрывают дверь, не дослушав меня. Обижает? Да, меня это обижает. Я наиболее полно хочу донести информацию о выборах для людей. Информаторы будут работать полностью все выходные дни. В будни обход квартир придется на время с 17 до 20 часов. Адресное информирование продлится до 7 марта. Тимур Газин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.